Тихо, тихо, не бойся-то, Никита. Нет, у него так уши были прижаты. Все, она спряталась? Ну, за покупками погнали. За покупками кошачьим. Доброе утро, разменяй кошке, а где кошка, в пакете. Сима, тебе нравится, да, в пакете? Вообще хорошо себя ведет в пакете. Подержи, я сфоткаю. Да нет, куда она уйдет, ты что? Друзья, всем здорова, вы на канале Никиты Крылова. Посмотрите, что с Юлей происходит. Сидит, что-то сама с собой с шариками играет. Что вообще такое? Не знаете, что могло произойти? С пакетиками играет. Ой, какая молодец, Юля. Что там у тебя, подарок, что ли? Ну что ты, она сидела в пакете уже? Ой-ой-ой. Давай, у тебя в коробке. У тебя понравится, ты ж любишь, Юля. Вообще, она раньше любила домики. Ну да, так сейчас любит. Быстрее, какая-то, Мишура. Не, не нравится? Чихает это? Наверное, нос ей почесала просто. Мишура. Сима, неужели ты сейчас готовишь коварный план, как бы убить нас? Смотри, вот тебе и дом. Да. О, супер дом. Чего, нет? Не знаю, молчит. Кссс. Ксс. 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 Сегодня у Симоны нет настроения. Мы понимаем, как можно. Да. Потому что вчера поругались с ней немного. Вот, видимо, дает о себе знать. Интересные игры у вас. Она лежит. Пусть. Давай, Симона, давай. Очень интересно. Пузо давай. Эй. Дерется? Ага. Все, будем пить кофе. И что-то делать надо. Что-то необходимо делать. Уже у нас обед. Вот, поэтому... Здрасте. Поэтому... Сейчас будем... Честно говоря, Давид думал очень много о новом путешествии. В общем, выпьем кофе и, наверное, немного поговорим об этом. Вышли в город. Прекрасная погодка. Супер-пупер. Пять градусов, вроде как говорит телефон. На самом деле, очень комфортно. Мне тут даже расстегнуться немного. Ха-ро-шо. Одним словом. Вот. Хорошо с погодкой, но что плохо? Я начал так предметно смотреть, куда бы мы могли поехать. Вот. Ты куда, Эль, хочешь поехать? В Азию. В Азию. Это тепло. То есть, в принципе, два самых таких желаемых направления. Это Таиланд и Бали. На первом месте Бали. На втором Таиланд. В принципе, так они и расположены по ценовой политике. Вот это самое грустное, на самом деле, цены сейчас на путешествия. Точнее, на авиабилеты. Вот. Вот. Мы дело в том, что когда вот осенью я ездил к брату, я до этого летом смотрел цены и удивлялся, думаю, какие дешевые перелеты по Европе. Ну, то есть, грубо говоря, вот мы же понимаем, да, нынешняя ситуация у нас какая. То есть, все идет через Стамбул. Молоко, что ли, привезли? Да, реально, молоко привезли. Посмотри, как раньше. Только уже на Мерседесах возят. Да? Да. Колокольчик, как извинил, да, привезли. Вообще, круто. Вот. То есть, мы понимаем, что летим через Стамбул куда-нибудь. Крупный транспортный хаб. И дальше уже как бы вообще все дешево было. Все дешево было, когда мы смотрели летом цены. Дубай, да, тоже пересадили? Дубай тоже, да, понятное дело. Ну, просто ближайший Стамбул, поэтому я не звал это. Мы же в Европу летели. Поэтому, смотрите, на самом деле по факту оказалось, что мы когда уже очутились там, мы все действовали как бы по факту. А мы находимся здесь, нам дальше надо туда. Вот мы смотрим самые дешевые цены. Цены были, ну, в разы выше, чем мы смотрели летом. То есть, например, если летом мы смотрели, там можно было пол Европы пролететь спокойно за... По 50 долларов всякие пересадки были. Да, 50 долларов, это прям огромное количество пересадок еще. Короче, там такие копейки стоили билеты, прям реально копейки. То потом, когда мы уже покупали билеты, мы их покупали, ну, в раза 4 дороже, минимум. Вот. Тоже искали самые дешевые, искали лучшие стыковки. Вы видели, что мы, например, когда обратно возвращались, мы не с Истамбула летели в Тбилиси, а с Анкары, потому что так было дешевле. Вот. Короче говоря, стараешься, стараешься брать как-то дешевле, но сейчас вообще это невозможно. Какова ситуация сейчас? Если мы в прошлом году с Юлей летели в Таиланд, ну, грубо говоря, грубо говоря, у нас билеты на двоих обошлись там, туда-обратно, эмирейтс. Там примерно 1400. Нет, дешевле. У нас, где-то, они там 1100-1200 обошлись даже. Вот. То есть, ну, вот такая была цена, то сейчас эта цена в одну сторону, и это еще лови билет. А ты говорил еще, когда раньше летали, какие цены были, как и сейчас. Да, я еще Юля говорю, вот, прикинь, а вот сейчас говорю уже, сколько лет вот такие цены дешевые. Раньше мы летали, действительно, было всегда, вот, как бы, стандарт, это 1000 долларов на человека туда-обратно. Вот. Сейчас даже выше цена, представляете? Вот. Это, это. Причем с Италии тоже, друзья, дорого. Да. С Италии дорого. 3000 долларов. Пхукет. Пхукет дорого. Да, вообще, даже по Европе дорого. Вот, что больше всего бесит. Например, те же путевки в Египет. Вот сейчас я смотрел. Мы с Юлей в прошлом году были в Египте, и мы заплатили 600 долларов. 600 долларов, да. 600 долларов, 7 ночей, все включено. Вот. Отель хороший, да? Хороший отель, да. Сейчас эта же путевка стоит где-то 1200 долларов. Примерно вот такая цена. Вот я смотрел в этот же отель. Я не знаю, честно говоря. Я прям очень расстроился. Причем это же не сезон сейчас, что ли? Да, не сезон. Это, это сейчас скидки, да. Да. Типа, типа скидочки все-таки. Вот. Поэтому чувствую, что в ближайшее время, друзья, путешествия наши закончились. на ближайшее время, и мы будем наслаждаться, вот. Конечно, я не говорю, что это плохо, наслаждаться городом, Салгир, набережная. Это, конечно, хорошо. Ну, путешествовать это тоже здорово. Тем более, тем более, не знаю, тем более хотел сказать в преддверии рабочего сезона, с ним у нас тоже непонятно. Ну, все все понимают. Вот. Я сейчас читаю комментарии, спрашивал у людей там, собираются, не собираются вообще, например, на полуостров сюда к нам. Вот. Ноги. В принципе, что и логично, написали. Будут самолеты, прилетим. Не будет, не прилетим. Все. Потому что, если, я понимаю, если отпуск 10 дней, говорят, вот, из них тратить 3-4 дня на поезд никто не собирается. Ну, вот. Как-то так. Как-то так и живем. Хорошая погодка. Новый здесь у нас отреставрированный шахматный фонтан. Я смотрю, подсветку включили. Хоть Юлю проведу, покажу ей. Это вот даже не была здесь, представляете. Ну, когда-то видела. Ну, красиво, согласись, сделали-то. Посмотрите с тем, что было. Прям хорошо. Все уже, как бы, на века, что называется. Мрамор, гранит. Подсветку. Мне бы, мне бы одну линеечку такую, еще бы на кухню, да? Полочки нам осветить. И было бы вообще супер. Мы только что посчитали, что, в принципе, для того, чтобы слетать нормально в Таиланд на месяц, нужно, то есть, ну, минимум 5 тысяч долларов для этого нужно сейчас. Из них получается, что где-то две с половиной перелет и две с половиной на месяц там пожить. Из них примерно уйдет, вот, из двух с половиной там пожить. Это примерно, это если не перемещаться по стране, а, наверное, на Пхукете где-то в Кондо там пожить. Долларов 700-800, потому что сейчас высокий сезон, много людей, цены высокие, вот. Долларов 700-800 стоит просто за жилье заплатить. Плюс мопед взять в аренду, плюс там то, все, а если экскурсии еще. И так вот. То есть, чтобы вы понимали, в прошлом году можно было 5 тысяч долларов, но тебе бы хватило, ну, на полтора, может быть, и на два даже месяца. То есть, как бы, ну, так вот. Хотя, не, наверное, не хватило бы. Ну, тоже, смотря, что делать. Некоторые... Да, да, вот я про это же, да. Надо сказать, что действительно было людей намного меньше, цены меньше, жилье дешевле стоило. Тогда за 5 тысяч долларов в прошлом году два месяца спокойно там путешествовать там. Ну, вот так вот. Не знаю, дальше, может, еще все подорожает. Надеюсь, подешевеет, посмотрим. Вышли на главную пешеходную улицу. Смотрю, еще инсталляции у нас остались зимние. Хотя уже вот, глядя на солнце, больше весна. А вот, когда было плюс 20, совсем недавно. Очень, наверное, выглядело, да? Вообще, да. Так, а я шел... Даже на видео было. Я шел в футболки мимо вот этих инсталляций. Да, вообще, классно было. Вот прям вообще весна оказалась. Да, друзья. Ну, на самом деле, не знаю, вот насчет путешествий мы уже тоже думали. Может быть, куда-то как бы относительно недалеко. Может быть, через какое-то время. Вот. Но пока я даже не знаю. Ну, на сегодняшний день я понимаю, что путешествия наши на какое-то время окончены. Финал. The end. Закрываем колесо. Но я вам скажу, в нынешней ситуации это, конечно, неприятно, но ничего страшного. Вот. То есть, я понимаю, что... В общем, я все понимаю, скажу так. Так, что, все, расходимся. Ты туда и туда, да? Давай. Куда? А мне надо туда сходить. Я боюсь, вдруг закроется сейчас. Ничего я не смог сделать в банке, но ничего страшного. А Юля уже тоже справилась, судя по всему. Пришли домой, чтобы понимали. Вот. Приходим с рынка. У нас баночки, закаточки, таблеточки, мандаринки. Ну, в общем, все как у нормальных. 25 плюс. 25 плюс. А может. Да. Были бы мы студентами, так у нас бы что было? О, все, загорелось. Юля просто лампой там загорает. Случилось. Были бы мы студентами, мы бы что взяли? Пивка, сухариков. Мивина. Кофе в приводном. Да. Ну, мивина, доширас, вот что-то такое. Вот. Кофе в приводном, действительно, максимум. в приводном. Хотя, если честно, я вот эту лапшу быстрого приготовления не очень-то и люблю. люблю. И даже для меня сварить проще обычные макароны, чем вот эту лапшу. Поэтому я когда был студентом, честно говоря, я даже не помню ни разу, чтобы я ее заваривал в общей пике. Наверное, может и не было такого. Такие вот. Я готовил наполеоны, готовил много мясных блюд. Вот. Потом уже, когда Юля посмотрела, пришел на такое. Сима точно что-то поесть хочет. Ну, что такое? Да. Дело в том, что Сима-то вроде ела сегодня очень хорошо, а ну что-то. Покормишь ее? Да. Хорошо. Готовы? В второй раз. Да, сырого. Да, что ты хочешь? Идем. На. Наси. Кушай. Вот твоя кормушка любимая. Симон не хочет есть сама, поэтому Юля будет ее с рук кормить сейчас. Симон просто лень, на самом деле, нагинаться головой и брать сейчас еду, поэтому Юля... Да, она с рук ест. С рук ест, да. Так не ест. Вот. На пол кидает только. Пусть на пол кидает, помоешь, ничего страшного. Симона. Главное, чтобы Симона была сыта, правильно? Да. Хуже. Напишите в комментариях, правильно или неправильно. Видите, как надо? А если бы я не ел, ты бы меня тоже с рук кормила? Нет. Я знаю. Что ж такое? С пола не ест. Все, и с рук не ест уже. Ешь давай. Давай. Она думала, что корм мокрый, да. Она сегодня вот так с радостью съела. И мне кажется, она такая думает, какой кайф сейчас еще. Да. Ну там химоза, я думаю, поэтому она и ест хорошо. Она даже свою любимую колбасу, которую полгода ела. Отлично. Да. Не хочет есть. Мне кстати писали, это наверное очень плохая колбаса. Друзья, это самая дешевая колбаса. Куриная. Вот. Поэтому даже о качестве я даже спорить не могу этой колбасы. Но прикол-то в чем? Мне кажется, там просто мяса нет, но скорее всего там... Шкурки всякие. Не, ну понятно. Всякие материалы. Но там специй много. Скорее всего, ей как-то было похоже на ее корм чем-то. Поэтому она очень любит эту колбасу. Но в последнее время перестала есть. А даже колбасу подороже может не есть. Да. Нормальный котлет она может не есть. Да. А эту колбасу ела. Поэтому как бы это ее колбаса. Вот. Специально для нее покупали. Дело не в цене. Просто вот например, я ее кормил. У меня был балык. Она балык ела спокойно. Вот как бы мы на кошке не экономим. Кушай. Давай, Сима. Последний кусок. На. Сима. И нам пора есть уже. Я тебя убью сейчас. Последний кусок. Давай, Сима, давай. На. На, Симона. Ну, пожалуйста. Я голодный, Сима. На. На. Сима. Ну, давай. Давай. Ну, последний. Пожалуйста. На, Симона. На. Скотина. Последний кусок у него уже есть. Сима, мне кажется, мы над тобой издеваемся. Правильно? Если есть организация какая-то по защите кошек, то я предлагаю тебе в нее обратиться. Кошка спокойненько себе отдыхает у нас на кровати. Все. Наелась, объелась. Мы тоже поужинали. Юля пошла. У меня сейчас там еще одна тренировка. Вот. Я остался дома. Тоже сейчас буду потихоньку делами заниматься. Друзья. Ну, вот такая ситуация. Пока путешествие как бы на сегодняшний день у меня в голове понимаю, что нам они не грозят. Ну, я бы сказал дальние путешествия. Но. Все-таки. Я вот постоянно вас призываю. Путешествуйте. Недалеко хотя бы от дома. Выезжайте. Там ближайший город. Ближайший поселок. На ближайшую, не знаю. Какую-то поляну в лесу. В общем, куда-то, куда-то необходимо двигаться. Я думаю, что этим я тоже займусь. Все уже. Сима уедет совсем скоро домой. Мы будем более свободны. Не привязаны к кошке. Хотя и так, честно говоря, не привязались особо. Юля уже акклиматизировалась. Дома. Все будет хорошо. Поэтому, я думаю, мы будем сейчас выбираться где-то здесь по нашему региону. Смотреть, показывать. У меня куча идей для съемки видео. Поэтому, буду все это стараться реализовывать. Пока есть такая возможность. Чего и вам желаю. Желаю, чтобы вы тоже путешествовали. Желаю, чтобы все ваши планы сбывались. Спасибо огромное за то, что вы смотрите. Спасибо огромное за то, что неравнодушны. Потому, что что-то говорю. Очень много пишите комментариев. Что вам нравится, что не нравится. В общем, это для меня очень и очень лестно. Не знаю. Для меня это важно. Скажу честно. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну и конечно же, мира всем нам и путешествий.